Кто нас не знает, и вы случайно шли по просторам интернета, и вдруг хлоп, значит, да, тут либо закройте уши, либо я вас предупредила, поэтому вы уже не можете так реагировать. Английский мы все равно не можем. Остро, остро танцы. Я буду коверкать, а иногда буду заставлять коверкать Иру. Ну, пожалуйста, я уже не знаю. И начнем. Давай. Читай. Амуаж Серч. Си-Арч, может быть, возможный такой. Морской арч. Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале. Ир, привет. Привет. Мы с тобой уже встречались не так давно. У нас сегодня с вами видео в основном посвящено амуажам. Будет пять ароматов амуаж и два аромата бренда Шанель, которые многим известны. Я безумно хотела их потестить. Безумно они очень популярны среди пары блогеров. Эти пробники от Леванты, фирменные пробнички тут у нас вот, попали к нам сыры в руки благодаря славе. Слава, огромные те, в очередной раз человеческое спасибо. Сегодня будет аромат у нас, что еще-то пересчитывает? Пять, шесть, семь, сколько это? Четыре, один, пять, шесть, семь. Нам не только английский надо выучить, но и математику. Арифметику хотя бы. Четыре ароматов сегодня будет в этом видео. На самом деле, Слава в этот раз прислал огромную посылку. Там классные ароматы, многие из которых я очень хотела попробовать. И в этот раз никаких слепых тестирований, потому что сначала эта посылка оказала у Иры. Она ее потестила, а потом передала мне. Я большинство ароматов не тестировала. Какие-то ароматы я буду сегодня первым. А я поносила все. Все, да? Успела? Да. Ушанель не носила. Кроме этих ароматов, еще огромная посылка с другими. Серж Лютанце там. Что еще? Мали. Мали. Но я все собрала из всех славяных посылок Мали. Получилось где-то, мне кажется, штук десять. Мы снимем обязательно отдельное видео. Вот. Будет по брендам, чтобы было удобнее смотреть. Поэтому сегодня малюсенькая часть из огромной славянной посылки. Слав, огромное спасибо. Ароматы крутые на самом деле. На самом деле. Нравятся они, не нравятся они, крутые. Вот. И за такую возможность познакомиться. Да, Слав, я тоже. Мне нечего, конечно, уже добавить. Спасибо тебе, ты все прекрасно знаешь. Ты нам даешь возможности и мне. Даже Натахе-то ладно, она этим занимается. Что мы вот в курсе новинок. Мы все попробовали, поносили. Спасибо. Мы с вами ненадолго прервемся. Потому что я хотела бы сказать огромное спасибо в очередной раз также и Рандеву за возможность снимать видеоролики чаще. Приглашать Иру. И также хотела бы сказать о том, что у меня есть промокод на скидку в Рандеву 10%. Вы его увидите на своем экране в инфобоксе. Будет подписан, как обычно. Я бы хотела сказать, что у них все продолжается. Черная пятница распродажа. И вот с 23 по 27 число у них распродажа скидка на аромобоксы. Я внимательно слышу, потому что мы тут как раз с Максимом, ну с мужем, с моим хотели заказать, чтобы воспользоваться твоим кодом. Вот с 23 по 27 у них вот такая вот большая скидка на боксах. У меня, кстати, в корзине парочку лежит. Я в ближайшее время закажу и сделаю взятный обзор. Я вот сейчас просто думаю, наверное, стоит взять какую-то коробку люксовую. Думаешь? А мне надо посмотреть, я что-то давно... У меня были отложены боксы. Вот, потом, я не помню, я что-то заморочилась с Тауром. Короче, надо посмотреть, что у них еще прибавилось. У них прибавилось еще, кстати, по знакам Зодиак, да, Гороскоп. Потому что когда я смотрела последний раз, там буквально три, сейчас уже прям много-много. Вот, но я просто про люкс что думаю? Многих он интересует. Ну да. И какие-нибудь такие популярные ароматы, которых я не знаю. Слушай, меня просто заинтересовал один бренд, я его не назову сейчас, я как всегда все хорошо запоминаю с названиями. Я вот, конечно, с удовольствием взяла его потестировать, если у него вдруг есть. Ну, надо посмотреть, у них там... Я тут залезла какой-нибудь... Ну, короче, надо писать. А бренд-то популярный, поэтому я думаю, что мало ли мне подвезли. Это вообще идеально, потому что я человек, который, честно скажу, слепые покупки, это не моя тема. В этом плане бокса, это, конечно, крутая тема. Она мне как откроется, я вот прекрасно себе заказывала тоже пробники, но и замечательно, что так сложилось, потому что из трех своих коробок мне нравятся и подошли реально только три парфюма. Они у меня теперь лежат как коллекция, все прекрасно, но только три я могу на себе носить. На самом деле, если ты вот не парфманьяк, который покупает там, поставить на полку, чтобы, да, флакончики стоять, конечно, покупать без пробников. Даже в магазине, даже в магазине ты пришел, что-то там понюхал, не понюхал, ушел и по какой-то там памяти все-таки надо разносить. В этом плане, конечно, боксы. Да, да, пробники это прям вообще великая вещь. Так что, в общем, по поводу аромабоксов сказала, скидка 10% моя вот по промокоду, она суммируется со всеми скидками и акциями, которые на сайте есть, включая вот эту скидку на аромабоксы. Ну, впрочем, дополнительная вся информация, как всегда, под этим видео раскрывать, там вся информация для вас подписана. Кстати, на рандеву есть не только парфюмерия, но и огромный выбор косметики, ухода, декоративки, разных брендов, бюджетники, небюджетники, в общем, что там только нет. Ну, а мы с вами продолжим. На ломаном английском что-то парни, что-то, да? Что-то на ломаном английском. Это наш шарм! Так, слушайте, я... Пишка, мулька! Значит, смотрите, кто нас долго смотрит и знает, тот даже не обратит внимание на то, что я сейчас буду просто жестоко коверкать название. Кто нас не знает, и вы случайно шли по просторам интернета, и вдруг... Закройте уши! Значит, да, тут либо закройте уши, либо я вас предупредила, поэтому вы уже не можете так реагировать. Английский мы все равно не можем. Остро, остро, так и я буду коверкать, а иногда буду заставлять коверкать Иру. Пожалуйста, я уже... После того, как я пишу по на русском, меня уже не парит. Так что... Коверк на английском. Пардон, значит. Давай. И начнем. Давай. Читай. Амуаж Серч. Си-Арч, может быть, невозможный такой. Что-то с морем. Фирменный пробник, между прочим. Си-А, это ж море? Да. А Арч это какой-то окончательный. А где у тебя Си-А и Си? Си-Арч и Эрчей. Эр... Эр... Арчи. Морской Арчи. Фирменный пробник, между прочим. Так, смотрите, прям они так вот. Раз. Раз и пробник. Здесь, наверное, прям полтора. Или даже два. Он же мой с морем. Мне понравился. Вот этот понравился? Я тестировала только... Гуадельский? Нет. Подожди, какой мне понравился? Перпоус. Серк. А, Серк. Это же, это да. Это другие. Нет, не он мне понравился. Он тоже неплох. Сейчас мы протестируем, потому что я... Для меня, я говорю, практически первые впечатления я... Подожди, я уже забыла. Я сейчас узнаю. А, да, это то, что я назвала... Шашлычок. Какой шашлычок? Смотри. Потому что маринол... Лимоны, лимоннище, и там дымок. Дымок. Слушай, прям... Лимон с этим... Очень кислые лимоны, цедры. Лимонница, прям... Трава лимонница, прям вот такая вот. Да, прям чуть... Лимонная кужурища. Трава лимонная, я вам скажу. Это не цитрусятина. Ты дымок, слышишь? Вот просто копченочка. Копченочка. Нет? Сейчас я нагрею. Я его сразу... Я его выхватил, сначала думаю, ну почему у меня не просто лимонным пахнет, мне пахнет шашлычком. Потому что шашлык лимоном вот... Да, когда с лимоном, ты вот этот дымок, копченочка. Пока это для меня лимонные леденцы такие... Брух! Даже не лимонные, лаймовые. Лаймовые. Там такая тоненькая дымушечка, копченка. Специи зеленые, лаймы, лимоны, кислые с кожурой. Что-то типа... Вот как такового, например, если взять перцы, черный перец, от которого першить там, такого нету, но что-то такое... перченок кардамонное, специи. У меня рука была рядом с костром. Вот слышишь об меня вот эту копченочку? Не внюхивайся. Вот оно именно вот таким... Неужели ты ее не слышишь? Нет. Вот для меня прям вот это такая... Может быть, просто у нас... Толенькая копченость. С тобой немножечко это... Разные печи. Слушайте, прям вдохни. Там дымок. Дымок костерка. Вот сильно за лимонками этими. Нет. Я буду насиловать себя, но я чувствую только вот кисловато-терковатую лимонность и много специй. Я очень. Слушай, знаешь, почему может у тебя... Может быть, у тебя шашлык со специями, с сыром, когда он замаринованный? Нет, нет. Я прям слышу именно копченочку. Вот я слышу дымок. Я его прям слышу. Вот чистый костерк, дымок. Он вот там, вот прям вот в нюх. Я не знаю, почему ты не слышу. Он вот за этими... Я бы могла представить, что здесь и есть ладан. Может и ладан. Вот я... Дымочек, дымочек. Ну что, дымочек? Вот он прям вот эти лимончики, они дымят. Нет у тебя... Нет у тебя ассоциаций с этими палками благовония? Нет. Я прям вот открыла, когда первый раз... А на мне так вообще, вот прям костерок. Прям с лимонками. Честно, пока нет. Мне понравилось, но потом на мне он не был красив. Да? Угу. А долго цитрусы на коже держали? Долго. Да? Угу. Мне нравится. Мне нравится, мне кажется, что такой лимончик-лаймчик крутой. Насколько богат, вот не знаю. Насколько богаты эти цитрусы. Он не дешевые цитрусы. Вот эта копченка, которую ты не слышишь, не дает им быть дешевым одеколоном. Слушай, я слышу здесь одну ноту. Если это для тебя копченка, то я понимаю, о чем ты говоришь. Дымок. Но с дымком у меня не ассоциируется. Хорошо. Для меня это, знаешь, какое-то дерево типа сандала. Вот я чувствую здесь сандал, как будто в баде. Мы сейчас посмотрим, есть он или нет, потому что я не... Ну, давай, да. Я тоже не читала. Я, кстати, ничего не залезала и не читала. Так, это у нас... Единственное, я повенилась. Давай. Ай, блин. Давай. Серч. Угу. Сашечка у меня молодость скачала на уму. Так, где он тут? Конфликты разрешаются. Лимон, лайм, мандарин, алибанум, эллими, эллими, черный перец, витивер, масло можжевельника, говояк. Что? Что? Тебе могло дымком. Не знаю. Масло можжевельником. Масло можжевельника. У меня это вот прям вот эти вот лимоны, лаймы, вот эта верхушечка, и вот она вот, и он как будто вот делает вот так вот. Он, понимаешь, он дымком. Слушай, ну вот смолист, наверное, алибанум и эллими. Эллими, наверное, тебе вот так, да? Ну, они вполне, кстати, могут. Ну, да. Да. Я просто как дымком у меня не ассоциируется, потому что для меня дымок, когда я ощущаю, он должен быть сушен. А я, а, ну, видишь, ты так... Нет, я его слышу. Просто я его прям слышу. У меня такое ощущение, что вот я стою у мангала и нанизываю лимон... Ой, это шашлык, замаринованный с лимонами. Просто лимон белый. И вот это все вот здесь вот здесь коптит, здесь вот этот еще свежак, то есть не жареный. И вот он у меня прям сразу... Неужели тебе смолистость такое дает? Смолистость начинает здесь появляться. Ну, да мог. Не, ну, да мог, да мог. Ну, в общем, вот смотри, теперь мы знаем, лаймы и лимоны крутейшие. Крутой цитрус, крутой. Черный перец, как я говорила, черный перец. Ну, я говорила, что, да, это что-то это. Витивер, масло можжевельника, гвояк. Витивер... Да. Ну, вот мне так... Мне казалось, и сейчас продолжат оказаться, что еще вот сандальчик древесный. Вот эта темочка. Ну, гвояк. Так, давай дальше поехали. Этот мы с тобой протестировали. Мне нравится? Да, если хочется. Я даже это все прекрасно, ну, считаю, на лето вообще прям бомба-пушка. И мальчикам, и девочкам. Хорошие такие. Цитрусово. Цитрусово. Теперь что у нас? Молисто. Так. Гоя-денс. Гоя-денс. Гоя-гоя. Я вчера посчитала, там написано Гоя-денс, что ли? Это пусть они оставят себе. У нас Гоя-денс. А-та где? Не важно, где. Ай. Гоя-денс. Вот в А зашифровано. Ну, поняла. Поняла. Как скажешь. Ну, я потом все равно подпишу, поэтому Гоя-денс, Гоя-денс, Гоа-денс. Вообще без разницы. Ну, не, это не мой аромат. Я от него просто вскрылась, честно сказать. Это вот мешанина. Вот, знаете, что? Порядок я видел. Брызгаешь на бумажку и в каком-то ступоре... Во-первых, он как-то неприятно осел во рту. У меня прям на языке и на небе неприятно, как будто что-то, вот знаете, что-то фруктово-кисловатое приклеилось к моему небу, но не цитрусы, не цитрусы, а какой-то ситр... Не ситро. Сейчас. Подожди. Цветы, мыло, молоко, я не знаю, там все на свете. Дюше ситро. И он бродить начал. Ты чувствуешь такое, нет? Да, я вообще не могу о нем ничего много сказать. Для меня это в целом... У него будут невероятные поклонники. Это такая тема на, как-то сказать, которая зайдет. Это прям массовая история. Но как бы это ни звучало там обидно кому-то, кто любит, для меня это вот месиво. Я собрал туда все, в этот волокон, все, что происходит в этом мире. В этом мире, да. Слушай, вот не могу пока дальше пойти, потому что у меня в носоглотке стоит подбродивший дюше ситро. Ситро еще делает? Нет, там какая-то травка, по-моему, не помню. То ли какая-то... Вот прям не фрукт, а вот прям дюше с ситром. Вот бутылку открыли, и она неделю постояла. И знаешь, когда вот это вот дюше с начинает уже его пить нельзя, он вроде не тухлый, вроде он не бродит, но вот она... Я даже не знаю. И ты такой его и вылил, короче, потому что уже пить нельзя как бы там вот... На меня это просто такой нагруз, я не доносила, я ну, поносила, поносила, и все-таки пошла... Я прям устала. Это значит, как будто на тебя в плиту бросили. Да. А он потому что, знаешь что, он даже не настолько плотный, чтобы сказать, ой, такой плотный, я от него устала. Не-не-не. Он просто настолько неестественен, вот для меня, например... Вот да, хорошее слово. Да. Что он этой неестественностью и напрягает, когда это что-то тебе чуждое такое вот. Не от плотности. Да, он не плотный, он доста... Я говорю, он будет очень популярен. Я прям вообще не удивлюсь, если это будет массово. Вот как ты заходишь там, здесь я во флёр наркотик, ты заходишь все в бокале, ты заходишь все... В нём будут многие. Древесность, опять смолистость. И вот это вот ситро, не ситро, дюшес, не дюшес. Фруктовость какая-то забродившая, такая вот дюшесная. Так, как называется у нас? Гуаденс. Гуаден. Гуаден. Что там в нём ходит? Подожди. Процесс. Видишь, как принтер печатал плохо? Это он? Да. Груша. Подбродившая только. Или груш положили, она бродить начала. Вот когда уже мухи над ней, знаешь, такая она уже мягкая-мягкая-мягкая. Теперь да, но никогда бы не раз. Да? Красивая моя любви к грушам. Она потому что не хрустящая, не свежая. Она уже... Ну ладно, все обрадите. Лесной орех. Не догадалась бы. Алибанум опять вот, да, смолистость. Асмантос, розы, шафран, жасмин, самбак, сандал, ваниль, окигала, вуд, молекула, серая амбра, лабданум. Ну вот как на тебе лимонадики пишется. Слушай, у меня прямо во рту, как будто я... А я вообще вот просто не... Мне он вот... Хапнуло вот это... Ситро или дюшес? Где груша? Дюшес, где груша. Вот он... Я его выпила и такая... Блин, у меня он даже не осырчен. Может, у меня просто вот при всеми любви к дюшесу вот желание вот... Я просто лимонад недавно пила. Он не мерзкий, вы только не подумайте. Нет, да, а то вдруг ты сейчас вот от моих вот этих всех... Тема очень популярная на самом деле. Да, да. Сема распространяем популярная, то есть это не что-то мерзкое. Это вот личное ощущение. Вот Ир так описывает, а у меня просто... Мне так неприятно в носоглотке. Я вот только вдохнула. Не знаю. Она прям... Типа носоглотку теперь как смыть? Не знаю. Сейчас. Но аромат... Слюнями промоется. Мне противно, если адекватно. Да, аромат, я говорю, он будет... Он зайдет прям вообще в массы, в массы. Так, следующий аромат, который я тестировала... Который мне очень понравился. И поэтому я знаю, как произнести его название. Я тоже люблю, потому что собираюсь. Называется Pure Pox. Да. Подесминец. Мы тоже, это наш лидер. Вам тоже понравилось? Мы с мужем просто влюбились в него. Теперь он ждет часа. Подешевеет! Ну, видимо, не дождется. Он даже невероятный. В начале... В начале он дает такую острую какую-то... Со сталью у тебя не ассоциируется? Не знаю, она у меня совсем ассоциируется. В начале именно. От этой перчености, от этой специевости. Он как будто, знаете, перец в носу не щекотит. Но его концентрация такая, что он аж в сталь уходит. А ты в нем потняшечки чуть-чуть не слышишь? Вот такого приятного запаха пота мужского. Я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, мне, наверное, ассоциативно нет после Ортопариси. Но он невероятный. Он потом превращается... Вот на старте он громковат. Он прям дает по башке. Ну, я могу сказать, что при большом... Специи, да. Древесина. Древесина, все. Потом это просто какая-то... Это просто... Я даже не знаю, чем это... Женский, мужской? Унисекс. Унисекс, но в мужскую сторону. Да, в мужскую сторону. На мужчине прям будет. Он просто потрясающий. И вот я сейчас дам наводку такую, не знаю. Может быть, людям так не покажется. Я его вижу в тематике ганимета. Вот такая же штука делается, происходит в шлейфе. Вот когда... Ну, как-то вот ты брызнул, и потом вот как раскрывается ганимет. Вот по такому же... Минеральностью. По такому... Я не знаю, что это. По такому же принципу раскрывается он. Вот есть в этом какая-то... Блин, ганиметность. Тина мне вообще никак не раскрывается. Ну, это на ганиме. Вообще никак. Знаете, на что похоже мне? Та необычность ганимеда, вот она такая же и здесь. Вот эту необычность назовем. Ну, это значит... Чем все зацепило? Это ты говоришь про минеральность, а то, что я вначале назвала чем-то напоминающая сталь. Слушайте, на что мне похоже? Ни клон, ни взаимозаменяемые ароматы. Но, однозначно, можно присмотреться, кому нравится мужской амуаж-мемуар. Слушай, ну он на старте только похож. Да, только на старте. Да, специевость. Вот эта специевость. Но носится вот этот потом не похоже. Нет. Нет, да. Но он, когда ты вдыхаешь... Вначале, да. Он такой... О! Но если вы берете поз ради того, что потом, а не старта, то они не... Нет, нет, потом нет. Я имею в виду, что вот как ты сравнила с ганимедом, они тоже не похожи. Вообще нет. Но вот как раз с ганимедом они похожи потом. Вот этим вот принципом раскрытия, вот так назовем. Какой-то вот... Я поняла. Кожа что-то делает. А это вот просто напоминает. То есть ты вот этот вдыхаешь, я вот его когда-то разъехаю, я такой, о! Хотя они как бы опять... Пурпус просто. Мы отлетели. Это отвал башки. Он даже с бумаги, в нем есть такая необычность, такая вот что-то... Вроде бы специевость. Вроде бы перченость. Вроде бы вот это все там ветиверы, древесины. Вот это классика жанра, стандарт. Но вот я даже просто бумажку без кожи. Это очень дорого. Это настолько дорого и благородно, что даже вот сказать... Вот ты зашел в них, и ты... Дорогой. И все поняли, сколько ты зарабатываешь. Что на тебе не магнит космический. Все. Это очень. Прям вот... Давай, давай ноты посмотрим. Так, это пюрпус. Пюрпус, 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 да. Муж у меня... Я у него отбирала, потому что у меня сначала ко мне попало, ему понравилось, и он давай. Я говорю, отставь нам надо... Я прямо отобрала. Он у меня подтыривал, ты понимаешь? И я потом уже спрятала, а потом уже вообще к Наташке увяжла, чтобы недоступно ему было. Иер, ты знаешь, в чем я тебе хочу сказать? Смотрю на ноты, и вот смотря на них, я понимаю, почему он тебе ганимет напоминает. Да, потому что здесь в базе есть замша и шафран. Это то, что сильно, видимо, на твоей коже, да? Чувствуется? Ну да, да. В раскрытии? Да, в раскрытии. В раскрытии. Вот. А ганимет, он, вот это как раз тема кожано-шафранная, очень сильна там, на мне никак не раскрывать. А вот на мне сильный. Алибанум, черный и белый перец, бергамот, красный перец, ветивер, папирус, сандал, роза, окигала, вуд, замша, мистикал, это, видимо, молекула какая-то, и шафран. Вот замши с шафраном тебе дают ганимет, поэтому... Ну, это я, чтобы люди понимали. Да. А мне вот прям вот этот вот старт, это аму... Короче, начало, похожее на амуаж мемуар мужской в раскрытии, если вот мы верим словам Иры, а мы ей... Верим. Не можем не верить. Мы не верим, да. Это похоже на ганимет. Поэтому я говорю, те, кто... Но мягче же, чем ганимет. Мягче, наверное. Тем, кто носит, тем, кому понравится старт, может присмотреться к вот этому амуажу мемуар, да, а те, кто любит и будет брать для раскрытия и дальше, это вот любители ганимена. Слушайте, но вот любители ганимеда не ганимеда, но он мягче и специи, в ганимеде специи таких нет. Ну, в ганимеде лак вот этот поначалу, такая лакировочка, вот эти странички. А здесь, слушайте, а там папирус был, да, бумажность? Бумажность такая тоже присутствует. Прикольно, классно. Так, следующее, Lineage, что ли, да? Lineage. Ты читала? Я просто некоторые слова хорошо читала. Да, я думала, Lineage. Ну и ладно. Ли, что? Lineage. Прекрасно. Вполне возможно, я не права. Хотела такой глупость искать, но ладно. Не буду. Не для того мы сегодня здесь собрались. Тоже мне очень понравилось. Очень понравилось. А мне понравилось, знаешь, когда, вот этот я первый раз вообще открыла, этот. Знаешь, когда я сейчас вот брызгала, и пока до тебя несла, вот этот вот. Он мне очень понравился. Он мне понравился, просто я не... Он мне нравится уровнем, как бичхат. Амуаж. Амуаж, да. Но так как я к бичхату подхожу почему-то резко. А что это за соленый сандал, такой огурчатый? Огурчатковость такая. Ты поняла, чем я говорю? Да, да. Водная такая. Морская огурчатка вот такая. Только если, да, бичхат, он такой более суший, он такая вот, деревяшка сухая, то это как будто она... Соль с водой, я не знаю, еще вода по ней морская бьется, она еще не высохла. Соль. Соль, да. Соль и огурцовость, и водность, древесность. Поэтому вот если как... Что это вообще за аромат у нас? Линейдж. Блин, у меня прям стоит в горле вот этот вот. Когда я... у меня будет лишняя двадцатка дарить мне карман. Тать, где он? Я, наверное, бы взяла. Не знаю, что-то мне напоминает воздух какой-то. Не знаю где, то ли в полях, то ли в Волгограда. Я не знаю, в общем. Прямо Волгоград. У меня что-то есть, да, вот. Значит, если нас смотрят зрители из Волгограда, знаете... Отвердительно. В ваших полях пахнет амуажем... В степях. Как? Линейдж. Иль. В своей деревне я слышала такое. Короче, мне вот нравится именно как воспоминание этого чего-то. Не знаю чего. Вы знаете, вот я бы сказала, что... В детстве вижу дорогу наверху, вот к нам у нас такая деревня шла. Внизится в небо. Она как бы вот сверху и вот в низину уходила. И сверху кладбище было. Ну, что поделаешь. И вот эту дорогу, когда ты смотришь, там солнце вставало. И вот оно оттуда. Вот я эту дорогу вижу. Марьево, вот утреннее такое, не сильное. И солнце как... Туманчиком, да. И солнце как через фростик. Да, фростик это когда-то через пеленочку такое. И у меня почему-то вот эта картина... Через пакетик. Да. И вот она у меня... Вот этого воздуха, вот такого с пеленой. Я немножко продолжу. Давай. Твое же. Да. Если вот я сейчас окунулась в то, что ты описываешь. Ты идешь, вот вообще никого нету. Вообще очень ранее. Никого, да. Я ее так и вижу. Раннее утро. И до момента просыпания людей в этой деревне, еще долго-долго, и идти тебе еще долго, и есть очень большой временной зазор для того, чтобы насладиться вот этим ощущением не одиночества, а вот какой-то уединенности и растворения в этой природе, в тумане, в естественной природе. Ты хорошо описала, потому что как раз подъем туда высокий, и песок везде. Вот там у нас песка много. Вот оно у меня еще по этому... И море, да, потому что Савалама тоже в Волгограде. Нет, там не доносится. Там, во-первых, городской область, там Волга, но она от того конкретного места километра двух, наверное. Ну, спускаться вниз, вот как раз вот, то есть, и уходишь туда, в сторону... Ну, короче, у меня вот так вот ассоциируется вот с той дорогой, вот именно взором от моего дома наверх туда. Смолистость еще какая-то есть. Приятно. Это все, конечно, ассоциативно. На экране, скорее всего, мы их еще пока не видели. На экране, скорее всего, вы уже увидели, что именно мы описываем. Скорее всего, конечно, там не будет никаких морских нот, да? Ну, мне кажется, нет. Думаю. Ну, мне кажется, нет. Но то, что Ира сказала вот это в теме амуажа Бичхат, когда я еще добавлю вот это вот древесина-плавник, которая плавает, чуть обожженная. Древесинку обожгли. Да, ну, там вот она, да. Кинули, да. Вот она влажная от соли, вот эта паль древесная. Но не горючая, не горелая, но такая чуть. Вот эта вот смольность на ней присутствует. Так, ладно. Как называется, Роман? Древесина. Вот. Имбирь. Да? Имбирь? Да-да. Ну, хорошо. Когда чай приносит какой-нибудь. Ну, хорошо. Сычуанский перец. Но это не явный имбирь, не имбирные пряники, что ты нюхаешь такой. Это имбирь. Ты его как бы поискал, и где-то в пару от чая он есть. А я думала, отчаяние. Так. Сычуанский перец шафран, перуанский перец, алибанум, пожитник мира. Вот, наверное, горчик такая мира, наверное. Алибанум, опять же, смотри, в средних алибанум мира и в базе алибанум мира. И стопудово, наверное, это вот это... Хорош, короче. Витилер, лапдан, бензин, пачили. Мне очень нравится, но есть у меня такое ощущение, что я от него буду сильно уставать. Они вообще назойливые. И линейдж, вот они же женские. И линейдж и гуаденс, они назойливые. Если гуаденс я просто не могу, то линейдж, он... Могу, но не сильно. Но тоже не часто, не сильно, не долго. Они назойливые, это да. Каким-то вот, знаете... Ты их, главное, не теряешь. Вот в чем печально. Вот в этом аромате, вот в последнем, в котором я не буду даже коверкать, простите, есть... У меня такое ощущение, что он на моей коже, во-первых, раскрываться не будет. Я вот как его слышу, мне кажется, он так и будет. И вот этими двумя нотами по макушечке, так молоточечком... Он так и делает. Да? Да. И мне кажется, что меня вот прям... Ну, если бы я от кого-то услышала, мимо меня прошли или там... Он напрягать начинает, вот на мне вот, посмотри, просто ассоциация со сливками. И он вот этой сливочной теплотой долбит, 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 тихонечко положит. Мне кажется, что это вот смолистый. Да, ну, может быть. Смолу когда-нибудь облизывала? Конечно. Ну, вот она во рту такое же ощущение оставляет. Солоновато-смольная. Это древесная вот эта, которая излишней течет? Ну, с елок, может быть. Облизывала деревья в лесу? Конечно. Все время лежу. Вот в носоглотке это этим стоит у меня. Да. А что еще делать в лесу, когда идешь по Волгограду? Там нет леса. Сейчас, подожди. Идешь по Волгограду, видишь, я тут короваю. Ну, только лесопосадки. По Волгограду, людей никого, дорога к кладбищу. И ты так поднимаешься. И коровы наверху. А у нас все так красиво, так там наверху, но их уводили из деревни на дорогу, то есть, значит, на пастбище. Ты понимаешь, что там, знаешь, на горизонте вот такие вот коровки. Иду. И ты к ним? Нет, я обычно от них. Я не фанат. Поняла. Как скажешь. Следующий аромат называется... Ух ты! Он крутой на старте. Я сначала так прям думала... Вау! А потом нет. Да? Угу. Слушай, ничего себе. А тут какая-то, как будто... А вначале ты прям такой... О! Ничего себе! Он очень дает джазу, да? Ничего себе! А ты его не пробовала еще? Нет. Вот открыл. А как ты его вытаскивала? Просто пальчиком. Он разорвал, а почему-то мучилась-то. Ну давай, расскажи. А что это здесь переписка-то? А это эти, ароматы Портрейл, Фейдмах, с тобой Эпик, Мифы, Интейшн. Смотри, как я хорошо прочитала. Молодец просто. Я не знаю, что сказать. Для меня это солоновато. Почему-то я слышу соленку. Как я ее называю всегда? Ир, помадность. Солено-сладкие леденцы, посыпанные пудрой. А помадность слышишь? Ну, пудрой. Хорошо. Ну, помадность такая, помадной застарелая чуть-чуть. Слышишь? Вот. В крутом вначале. Солено-сладкая старая помада. Согласна? Да. Абсолютно. Меня просто солоноватость вот это напрягает. Да. Потому что, вы смотрите, если, например, взять помаду Lipstick Fever от Джулетта Хизгад. Помнишь, там? Угу. Ретро-помада. Она там сладкая, пудровая, ретро-помада. Здесь, блин, а солоноватость вот или что? Да что-то тебе... Мне кажется, это как будто бы не солоноватость, что можно описать. У меня солоноватость описать. Я думаю, что это какой-то сандал, он обычно мне вот так может дать. Но она не рассольная. У меня она с кровью ассоциируется. С солоноватостью от крови во рту. Вот эта солоноватость. Угу. Угу. Всегда она у меня с такой. Есть такая. И горчинка есть такая. Конечно, нехорошая. Древесно-специя. Слушайте, вот да, мы, в принципе, почти во всех ароматах говорим. Там древесина, специя, но они разные. А этот вообще очень отдельный. У меня, знаете, вот эта солоноватость еще, например, пуша приносила. У меня у Митти есть лалик. А это женский, да? Наверное. Авертур. Написано здесь? Нет. Лалик. Какой-то там, он в форме какого-то вот солнышка. Такой пузыречек. И на ней как будто лучики. И вот мне вот эта солоноватость, она мне тоже сам. Мне, когда, по-моему, консультанты сказали грейпфрут, я не поняла, где они услышали грейпфрут. Я потом залезла в пирамиду, и никакого грейпфрута там нет. Но вот он вот как-то оттуда вот этой солоноватость. Слушай, вот вначале, когда я еще брызнула, знаешь, мне чем глюканула, но сейчас нет. Вообще. Вообще нет. Но когда... Дай я еще раз брызну. Брызну. Какой-то... Он очень кричит вначале на тебя. Так... Буф. Смотри. Быстро только надо. Помидорками. Слышишь помидоры? Да. Но, кроме этого, эта солоноватость как раз твоя вот эта. Знаешь, чем? Помадность замшевая. Замшевая. Ну, только вот я бы сказала кожа, но это не кожа сапоговая. Замшевая. Кстати, я сказала рассольность. Нет, рассольность. Рассольность огуречная. Я просто о ней. Поэтому вот рассольность томатная есть. Поэтому она у меня с кровью ассоциируется. А потом нет. Вот первые, пока мы сидим, пять минут болтаем. Потом нет. Ладно, давай. Да он круто неожиданно. Я бы так его назвала. Неожиданно. Он неожиданный. Как назвать товарища? Авертур. Авертур. Воман, да. Женский аромат. А я могу вы на мужчине представить? Я могу. Я тоже. Вообще легко. Мне кажется, на мужчине помадности меньше. Помадности меньше будет. Будет больше вот этой древесины. Вылезет прям вот эта древесина, замш или кожа, что ты говоришь. Ну, мне какая-то замш как будто бы. Она просто, да, мягкая. Так, смотри, яблоко. Яблоко. Я не чувствую особо. Брэнди. Ну, давай, брэнди. Я не пила брэнди. Нет? Ну, я просто не знаю. Ну, алкогольность есть или нет? Не знаю, не знаю. Ну, какая-то. Шафран, бергамот, бензоин, мира, корица, майская роза, герань, кожа, алибанум, лабданум. Герань. Герань. Герань пахнет, что ли? Да. Смольность, древесность. Смольность, древесность. И чуть солоноватая помадность. Странно, что нету фиалки. Почему она вообще сдала вот это? Вот такое. Так она и помадность-то вот эта. Да? Ну, да. Или ирис. 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 Вот, ирис я бы ожидала. Да. Я перепутала просто фиолетовые цветы. Вот у меня просто теперь сидит вот эта соленка. И я от нее очень долго не могу избавиться. И я начинаю злиться. Дараться только не начни. Вот этот аромат я очень хотела потестировать. Прям очень-очень. Это аромат Шинель Сикамора. О нем так много говорили, но я ленивая и никуда, никогда, никуда и не пошла бы его тестировать. Знаешь, как этой серии. Ой, так интересно, что за аромат. Очень хотелось бы. И тут Слава прислал. Шинель, держи. Сикамора. У меня попа затекает, и я потом делаю вот так. А то подумают, что я что-то там делаю. Я вот могу сказать, что мне он нравится. Но сейчас столько современных ароматов, которые на него похожи. И это так... Хочешь сказать, это было. И тут важный момент. Это было. Сегодняшний аромат, который выпускают, они делают это под Шинель Сикаморы? Или это такая вот направленность была, и потом вот это... Тенденция сохранилась. Да, тенденция. Тебе что напоминают? Мед чай почему-то слышится. Крутой, дорогой, на мой нос, простите, пожалуйста, не уникальный. Он стоит дорого. Около 25 тысяч за флакон. Мне бы за 25 хотелось бы поуникальнее. Поуникальнее. Да? Мне вот почему-то попахивает. Я откуда-то слышу хвою. Можжевель. Не знаю, откуда. Я его слышу. Для меня это, как я люблю говорить, муж сейчас скажет, просто Шанель. Просто Шанель. Ну а ты чувствуешь в нем вот это вот Шанельевское? Ты бы вот закрытыми глазами узнала, что вот это Шанель? Нет. И я нет. Потому что для меня это вот... Знаешь, если разбирать его, да, там есть уникальность, есть вот это хвоя, но если нет, то это просто... Здесь, кстати, хвоя есть. Ветивер, кипарис, табак, можжевельник, сандал, альдегиды, розовый перец, Я, конечно, не знаю, как он играет, но... Не знаю, не... А, ну ты же сказала, что не уникальный. Ну, короче, не выделяется прям вот, чтобы такой раз... Вот завтра я закрою глаза, ты мне вот дашь на бумажке, скажешь, что это? Я скажу, да... Вот он что-то... Мы можем ошибаться, но вот сейчас это тихо. Он настолько... Он уже нанюхали. Разнюхивать? Не, можно нанюхать. Нет, он тогда не слабый. Я его очень-очень люблю. Я его хорошо слышу, не хорошо слышу, не чётко слышу детальки. Вот я о чём. А слышится он нормально. Как масса общая. Я не знаю, что сказать. Хороший? Хороший. Дорого звучит? Дорого звучит. То есть, сказать, что это там стоит 500 рублей, адекватно не скажешь. Ну, уникальность, скажешь... Пойду вот такой, побегусь я, потому что это прям что-то невероятное. У меня такого вообще никогда не было. Следующий у нас. Слав, огромное спасибо, потому что если бы не ты, я бы мучилась чуть-то там за сикамору такую. А тут вот... Название-то какое? Да. Оно такое, знаешь, вроде... Мне так нравятся названия, которые... Такие на грани. Вроде противненько, да? Угу. Сикаморо. Угу. Но... Ну, что ты там должен... Но... Чё там... Да. Ты понимаешь меня, да? Да, да, да. Самое главное. А тут вот сикаморо. Так, а это у нас Шанель Беж. На этот... А у меня тоже большие... Как будто роняешь раскаленную плойку. Ты знаешь, что-то у меня глюкануло, что у меня и пробник тоже вылетает. А, и то, что ты приготовилась к разбитию. Да. То есть я уже мысленная, думал, пока он долетит... Прощалась. Сейчас я вот понюхаю. Да. И потом. А это на что-то дико похоже. Это такие цветы... Ты... Почему у меня всё время стало с лилиями ассоциироваться всё? С лилиями? Угу. Слушай, я вот... Это лилиями-то я не помню. Да, не уверена, что они тут есть. Но почему тебя так... Какой цветок яркий. Смолы с чем-то... Можно прям в нос пихать последние духи. Ну, потому что мы уже с тобой... Это просто... Уже... Что-то очень... Мне напоминает. Что-то очень яркий цвет. Слушай, а на свет морфин-то не похож? У меня всё как любимая моя клиника. Сладкая смола. Сладкая смола. Блин. А можно я сравнивать со свет морфином? Да, конечно. С компотом цветочек. Не-не, ну иди. Ассоциирует. Он же? Да. Я взяла. Благо, сидим недалеко. Я, Горя, взяла. Благо, сидим недалеко. Не-не-не. Нет? Я не помню. Честно. Нет. Нет. Да. Нет? Да. Мне надо было вспомнить. Нет, не совсем другое. Абсолютно не. Я просто не знаю, что ещё сказать. Знаете, ещё есть такое ощущение. Опять-таки, то ли в носу опять всё перемешалось. Уже от такого количества. Это просто не первое видео, которое мы с ним запьем. Опять есть что-то помадное. Ти нет помадного? Есть. Но оно какое-то такое. Оно прям ретро 2000-х годов. Эти, как её... Блин, опять не фиалки, а как они... Я в чём-то сирень слышу. Да? Ну, когда на неё дуешься, она греется и прям... Да. Знаете, вообще, похоже, я заметила уже, между прочим, сиренево-жасминовую тему вот эту. Когда мы будем Малей снимать с тобой... Заметила за Малями очень большую схожесть с Шанелем. Вот эта манера... Не знаю, как назвать. Франджипани, мёд, фразия, бояршник. Это очень для меня похоже по своей вот... Так, как они исполняют, выражают парфюм. Маль и Шанель. Да? Между собой очень похоже почему-то. Ну, это вот, видимо, бутиковая линейка. Потому что, если взять какой-нибудь Шанель Шанс или там Тендер, они же не похожи. А вот эти, я понимаю, о чём ты говоришь. Единственное, что в Малях потоньше и почище. 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 Да, такие прям чистые. В чём уважение? Настолько как бы чисто воспроизводить. А здесь нагрузка плотная. А здесь, да, такое. Вроде и... Ир, пирамида, это она же, беш. Франджипани, мёд, фразия, бояршник. Для меня пирамида слепая. Я как бы... Да, я тоже ничего не могу сказать. По ощущениям вот так. Ир, сказала, что... Мёд, сивозительные. Да, вот цветами и... Сирень, и это правда. Я тоже, когда глубоко вдыхаешь, глубоко прям, есть вот это как будто сиренево-жасминовое. Вот это вот. Какой-то сладкий нагруз. Но мёд это тоже, это не ложка, это вот течёт, это просто... Да, как сладкость, сладковатость. Что-то оформляющее. У меня вообще сейчас, знаешь, какое-то описание пришло вообще всего, вот ретро-тема этого, какого... Ириса, помадности, помадности, она же тоже есть, посмотри. Знаешь, как у меня вот сейчас это вот прям сложилось в восприятии Шанель? Это вот знаешь, когда ты... Я вот отталкиваюсь ещё от предыдущих, от Сикамора. Вот когда ты любишь духи, и тебе надо духи, то есть прям парфюм, духи, да? И в них есть... Жалко, матом нельзя ругаться. Вот. Да, нельзя. Да. Моментик. То есть вот это об хвои, да? И она парфюмированная, она в парфюме. Вот просто парфюм-парфюм и где-то хвойка. Парфюм-парфюм и где-то там, я не знаю, мёдик. То есть не как в нише, когда ты решил пахнуть хвоей, и ты ёлками вонять. А тут это такое парфюмированное, и раз, тебе. А он у меня прохвоет. Да, я слышу, да. Поняла? Думала, да. Вот так. Классический парфюм, в котором вставили... Раз и веточку такую. Хвойки. Ложечками, да? Да. Такой. И вот в этом шарике, вот из парфюмерии. Да, парфюмерии, да. Вот ты хорошо рассказала. Так это ты рассказала. Прекрасная рассказа. Донесла до людей мою мысль. Так, Ир, ну скажи мне, пожалуйста, что тебе из сегодняшнего прям понравилось? Может быть, ты что-то бы допустим купила? Да, я же была. А что точно нет? Я точно куплю Purpose. Purpose? Да. Я бы тоже. Вот этот аромат... Что я говорила, что мне очень понравилось? Первый мы с тобой лимон, да? Лимон, да. Я что-то не помню, почему я его не... Что-то он на мне как-то, видимо, не так сидел. Мне лимон не понравился. Не знаю, как раскрывается, потому что я не знаю, готова ли я 30 тысяч за лимоны. Так вот в том-то и дело, и я жду, когда же. Надо поносить. Поноси, поноси. Вот, вот этот вот, который мы второй, Гуэддэнс, который вот у меня застрял, да? Он? Да. И его нет. Так. Мне Линейч нравится. Purpose? Я бы себе купила. И меня на старте Авертюра. Не, ну это не просто не мое. Да, Авертюра. А мне-то понравилось или... Тебе да. Да? Вроде я так понимаю, что да. Вы не обращайте внимания, у меня очень плохая память, я очень часто уточняю у Иры, мне вот это понравилось, а мне вот это понравилось, а вот и об этом я что... Ну, то есть это в порядке вещей, она в ответе для меня. А если вы читали наши переписки, где мы детей ведем в этот, мы завтра это берем, а мы вообще идем, а ты идешь, я прочитала, да, и мне казалось, что два общего собрания решили. Ну, вначале, да, посмотри, слушай, поношу. Поноси. Можно? Конечно. Славка спешила. Начало какое-то вот, ну, оно какое-то. Вот, будоражит. В общем, сошлись мы с тобой впервые в жизни, по-моему, да? Да, ну он шикарит. Перпос. Он просто, я не знаю, я даже подумала, ганемеда чуть-чуть у Наташки себе отлить. Слушай. Вдруг мне понравится. Подожди, перпос. Ты знаешь, как перпос переводится? Нет. Давай. Я знаю, как он переводится. Что-то пурпурное? Нет. Это карта Мумуа. То ли чистое сознание. Ёшкина. Да. Сейчас. Ну, давай. Пятьсот вклады. А, ну удали чуть-чуть. Ты серьезно? Пятьсот? Да я не закрываю. Джейсон Мумуа. Давай просто мне вкладку свободную какую-нибудь. Вот. Просто все занято было. Ир. Да я просто открываю и никогда не закрываю. У меня этот, как он называется? Вот у меня что, наверное, телефон-то висит. Все прогружает. Вообще. А вдруг я там что-то хочу узнать. То, что я же не просто так странички-то открывала. Цель, задача. Чистая. Предназначение, предназначение. Предназначение. Нам подходит честное слово. Первый пост. Мы любим такие слова. Чистое сознание. Блин, я тебе клянусь. Я вчера открывала, там было чистое сознание. Специально. Это тебе на твоем телефоне, а на моем предназначении. Блин, да что же это? А он у тебя вообще не грузится. Ну, что происходит-то? Ладно. Пусть будет чистое сознание. Огромное вам спасибо за внимание, Слава. Огромное тебе спасибо за парфюмерные подарки. Спасибо, Слава. На этом все. Хорошего вам дня или ночи. Что-то я обычно говорю там. Намасте. Подожди. Так пора. Я забыла. А руки слажала, у кого ты замерялась. Я просто забыла, что нам говорили. Всем спасибо. Было очень приятно, что вы слушаете нас. Мы говорим для вас. До новых встреч. Намасте.